Чтение слов всемогущего Бога Разоблачение антихристов Пункт шестой. Они ведут себя коварно, они своевольны и склонны быть диктаторами. Они никогда не общаются с другими, а заставляют их повиноваться себе. Антихристы своевольны и имеют диктаторские замашки. Они никогда не общаются с другими. Им нужно, чтобы во всех вопросах последнее слово оставалось за ними. Неужели все эти проблемы не очевидны? Общение с другими и поиск принципов – это не просто формальность или какой-то несерьезный процесс. Какова его цель? Выполнять свои обязанности в соответствии с принципами и иметь пути для этого. Совершенно верно, это способность иметь принципы и пути для выполнения своих обязанностей. Каковы Божьи требования и что за предписания у Божьего дома? Только поиск истины в Божьих словах и понимание принципов может помочь человеку эффективно выполнить свой долг. Если ты беседуешь об истине для решения проблем, то какой подход следует использовать? Каких людей нужно вовлечь? Следует подобрать правильных людей. Общаться нужно преимущественно с людьми, обладающими высоким уровнем и способными понять истину, поскольку это приведет к действенным результатам. Если ты выбрал запутавшихся людей низкого уровня, у которых нет разума, которым никакое обсуждение не позволит понять истину или дойти до нее, то если даже поделишься с ними обилием истины, это не даст никаких результатов. Какие бы проблемы ни возникали в Церкви, избранные Божьи имеют право быть проинформированными о них. Им должна быть известна ситуация с церковной работой, а также существующие проблемы. Если лидеры и работники обманывают вышестоящее руководство и утаивают правду от подчиненных, избранным Божьим дано право разоблачить их и сообщить о них или передать ситуацию вышестоящему руководству. Это также долг и обязанность избранных Божьих. Отдельные лжелидеры действуют своевольно и по-диктаторски, контролируя избранных Божьих в Церкви. Это последовательная практика антихристов – противиться Богу и противостоять Ему. Если избранные Божьи не разоблачают такую практику и не сообщают о ней, а работа Церкви идет с затруднениями или стоит на месте, ответственность за это лежит не только на лидерах и работниках, но и на избранных Божьих, потому что именно они страдают, когда лжелидеры и антихристы держат в своих руках власть в Церкви, что, возможно, ставит под угрозу шансы избранных обрести спасение. В силу этого у избранных Божьих есть право и обязанность сообщать о лжелидерах и антихристах и разоблачать их, что благотворно сказывается на работе Церкви и жизневхождении избранных Божьих. Некоторые лидеры и работники говорят «Вот вы все говорите, что я своеволен и имею диктаторские замашки, верно?» «На этот раз я не буду так поступать. Я позволю всем высказать свое мнение. Я подожду, сколько потребуется, чтобы вы поделились им. Хоть день, хоть два». В каких-то особых случаях споры не могут разрешиться в течение нескольких дней, но они все-таки продолжают ждать. Прежде чем приступить к работе, они ждут, пока все не придут к единому мнению, что может вести к ощутимым простоям. Это сильно мешает работе, и очевидно, что это проявление безответственности. Разве может лидер или работник эффективно управлять работой Церкви, если он не способен принимать решения? В то время как лидеры и работники имеют право принимать решения в церковной работе, у братьев и сестер есть право получать информацию. Однако в конечном итоге именно лидеры и работники должны принимать решения. Если лидер или работник на это не способен, значит, его уровень слишком низок, и он не годится на роль руководителя. Даже будучи лидерами, они не могут осуществлять реальную работу или надлежащим образом исполнять свои обязанности. Некоторые лидеры и работники долго спорят по одному вопросу и, не в силах принять решение, в конце концов, просто соглашаются с тем, кто кажется им более напористым. Разве это принципиальный подход? Что это за тип руководства? Это просто каша в голове. Если ты скажешь «Антихристы своевольны и имеют диктаторские замашки, и я боюсь стать одним из них». Я не хочу идти путем Антихриста. Я подожду, пока все выскажут свое мнение, а затем подведу итог и предложу умеренный подход к принятию решения. Приемлемо ли это? Нет. А почему это неприемлемо? Если результат не соответствует истине принципам, то даже если ты продолжишь в том же духе, будет ли это действенно? И угодно ли это Богу? Если это неэффективно и неугодно Богу, то это серьезная проблема. Не действовать в соответствии с истинной принципами, безответственно исполнять свои обязанности, проявлять небрежность и поступать в соответствии с сатанинской философией, значит, проявлять отсутствие преданности по отношению к Богу. Это попытка обмануть Бога. Ты уклоняешься от обязанностей, которые должен выполнять, чтобы в тебе не заподозрили Антихриста и не осудили, и принимаешь компромиссный подход сатанинской философии. В итоге ты наносишь вред избранным Божьим и плохо влияешь на работу Церкви. Разве это не признак беспринципности? Разве это не эгоистично и недостойно презрения? Как лидер или работник, ты должен говорить и действовать в соответствии с принципами, выполнять свои обязанности результативно и эффективно. Любые твои действия должны идти на пользу работе Божьего дома и соответствовать истине принципам. Например, приобретая вещи для Церкви, следует держать в уме их практическую пользу. Вещи должны быть практичными и доступными по цене. Если ты безрассудно тратишь деньги, не соблюдая принципов, это может нанести ущерб интересам Дома Божьего и пожертвованиям Богу. Как бы вы поступили в данной ситуации? Обратились бы за советом к Вышнему. Искать совета у Вышнего – это один из способов. Кроме того, не будьте ленивыми. Проведите основательное исследование. Широко наведите справки, расспросите окружающих, вникните в детали и адекватно подготовьтесь. Тогда, возможно, удастся найти относительно приемлемое решение. Если не проводить такой подготовительной работы и действовать легкомысленно, не вникая в детали, что в итоге выльется в пустую трату больших сумм денег, то как это называется? Это называется проявлять небрежность. Некоторые выполняют обязанности подобным образом, не проявляя открытости в своих действиях. Они докладывают только половину того, что должны, а остальное скрывают, поскольку им кажется, что полная прозрачность ведения дел навлечет на них неприятности. И от них потребуют и дальше проводить исследования и усовершенствования. В общем, они просто скрывают от других реальную ситуацию и подробности, быстро выполняют задачу, а затем просят плату у Дома Божьего. Но при проверке выясняется, что задание не отвечает стандартам и нуждается в переделке, из-за чего расходуется еще больше денег. Разве это не вредит Дому Божьему? Разве это не поведение Иуды? В частности, поведение Иуды включает в себя предательство интересов Дома Божьего. Сталкиваясь с затруднениями, такой человек занимает сторону тех, кто пребывает вне церкви, заботясь лишь о собственной плоти и совсем не думая об интересах Дома Божьего. Есть ли у него преданность Богу? Преданности у него нет ни грамма. Такие люди находят удовольствие в предательстве интересов Дома Божьего и нанесении вреда работе церкви. Уж таково поведение Иуды. Бывает и другая ситуация. Для выполнения некоторых обязанностей требуются специальные знания или компетенция в других областях, которые могут быть не всем знакомы. В таких случаях не стоит уклоняться от проблемы. В век информационного изобилия нужно не лениться, а активно искать необходимые данные и материалы. Усваивая вначале самые базовые знания, ты постепенно получаешь общее представление о профессии или сфере деятельности, а затем по нарастающей узнаешь все больше аспектов в рамках этой области, будь то различные данные или профессиональные термины, ознакомившись с этим в самой основе. По достижении такого уровня не выгоднее ли добросовестно и честно выполнять свои обязанности? Итак, в чем цель всей этой подготовительной работы перед выполнением обязанностей? Исследование, вникание в детали, а затем поиск осуществимых решений посредством общения и дискуссий. Все это – часть подготовки к надлежащему выполнению твоего долга. Добросовестное выполнение этих подготовительных мероприятий демонстрирует преданность делу, а также выявляет тех, кто работает кое-как. Что можно сказать об отношении к своим обязанностям мало веров и тех, кто не полностью посвящает себя Богу? Им все совершенно безразлично. Чтобы они не покупали для церкви, они безрассудно тратят деньги, исходя из собственных прихотей, не советуясь с Вышним, полагая, что им самим все понятно. В результате они впустую тратят деньги Дома Божьего. Это ли не транжиры и предвестники бедствий? Они расточают Божьи пожертвования и даже не осознают, что творят зло и противятся Богу, их сердца ни в малейшей степени не испытывают угрызений совести. Только когда избранные Божьи разоблачат их, распознают и проголосуют за то, чтобы вычистить их и отлучить от церкви, к ним приходит осознание и сожаление. Они и понятия не имели, что их действия будут иметь такие серьезные последствия. Воистину, такие люди не проронят ни слезинки, пока не увидят свой собственный гроб. В большинстве своем это болваны без царя в голове, но однако они рвутся в лидеры и работники и хотят выполнять задания для Дома Божьего. Они похожи на свиней, перемазанных губной помадой. Совсем стыд потеряли. Эти люди – маловеры. Сколько бы лет они не веровали, они не понимают истины, но при этом все же желают быть лидерами и работниками в Доме Божьем, хотят обладать властью и оставлять за собой последнее слово. Это лениво пиющее бесстыдство. Почему таких людей считают маловерами? Дело в том, что несмотря на многие годы веры в Бога и множество проповедей, которые они прослушали, они совсем не понимают истин и ни одну из них не способны применить на практике. Это и делает их маловерами. Среди вас кто-то демонстрирует подобное поведение? Если да, поднимите руки. Вы все? Тогда вы все маловеры, и это серьезная проблема. Если те, кто искренне верует в Бога, будут постоянно слушать проповеди, они поймут какие-то истины и добьются определенного прогресса, становясь более надежными в своих речах и поступках. Если же кто-то годами слушает проповеди без малейшего успеха, то это бестолочь, животное и маловер. Некоторые люди за три или пять лет веры в Бога начинают понимать достаточно много и способны стремиться к истине в своих речах и поступках. Если в выполнении своих обязанностей они замечают недостатки или причиняют какой-то ущерб Дому Божьему, они огорчаются, упрекают и ненавидят себя. Им кажется, что их сиюминутные ошибки, недостаток преданности, лень или потакание плоти привели к таким значительным недостаткам и нанесли серьезные убытки, они ненавидят себя за это. Такие люди с сердцами, полными раскаяния, обладают определенной человечностью и способны достичь момента обретения спасения. Если же кто-то после многих лет прослушивания проповедей не понимает истин, продолжает совершать ошибки при исполнении своих обязанностей, постоянно приносит неприятности Дому Божьему и наносит ущерб работе Церкви, если сердце его вообще не наполнено раскаянием, то у такого человека совсем нет человечности, он хуже свиньи и собаки. Способны ли эти люди и дальше должным образом исполнять свой долг? Даже если они и исполняют его, то лишь формально и им не заслужить Божьего одобрения. Некоторые люди все время говорят о Доме Божьем как о нашей семье. В их разговорах постоянно упоминается «наша семья». Как очаровательно они это произносят! Что же это за «наша семья», о которой они ведут речь? Есть только Божий дом, Божья семья, Церковь. Уместно ли все время говорить «наша семья»? Мне кажется, что неуместно. Можно использовать термин «наша семья», но только в том случае, если сказанное соответствует действительности. Если ты не из тех, кто стремится к истине, если зачастую формально выполняешь свои обязанности, никак не поддерживаешь работу Церкви и вообще не принимаешь ее всерьез, но при этом продолжаешь говорить о нашей семье, то это неуместно. В этом есть привкус фальши и притворства, вызывающий отвращение и годливость. Однако, если ты из тех, кто действительно обладает истинной реальностью и поддерживает работу Церкви, то для тебя допустимо обращение к Божьему Дому, как к нашей семье. Для окружающих это звучит искренне, в этом нет фальши. На тебя будут смотреть, как на брата или сестру, симпатизировать тебе и восхищаться тобой. Если ты всем сердцем не любишь и не принимаешь истину, а к выполнению своих обязанностей относишься безответственно, то не называй Дом Божий нашей семьей. Тебе нужно искренне стремиться к истине, добросовестно выполнять свои обязанности и уметь поддерживать церковную работу, чтобы избранные Божьи поняли, что ты являешься частью Дома Божьего. Вот тогда сказанные тобой слова «наша семья» будут вызывать у остальных чувство сближения, а не отталкивать, потому что в глубине души ты и вправду считаешь Дом Божий своим домом, и при выполнении своих обязанностей ты действительно несешь ответственность и поддерживаешь работу Церкви. Когда ты говоришь «наша семья», это звучит вполне заслуженно, без намека на фальшь. Но если кто-то безответственно относится к церковной работе, небрежно выполняет любые обязанности, даже не утруждая себя тем, чтобы поднять вещи с земли, прибраться в грязной комнате, расчистить снег или привести в порядок двор зимой, и скорее напоминает постороннего человека, чем члена Дома Божьего. Имеет ли такой человек право называть Дом Божий нашей семьей? Это ведь просто оказатели услуг, временные работники, люди, лишенные жизни и принадлежащие сатане, вовсе не являясь частью Дома Божьего. И тем не менее, они часто без стеснения зовут Дом Божий нашей семьей, повторяя это всякий раз, как открывают рот. Они так задушевно произносят эти слова, обращаясь к братьям и сестрам с большой теплотой. Однако они не берут на себя никаких реальных задач. Когда же они берутся за дело, то совершают ошибки, нанося вред Дому Божьему. Разве это не лицемеры? Такие люди абсолютно безнравственны. У них нет ни совести, ни разума. Совесть и разум это наиболее фундаментальные качества, которыми должен обладать верующий в Бога. Также он должен быть способен принять истину. Если у людей нет ни совести, ни разума, и они совсем не принимают истину, заслуживают ли они того, чтобы продолжать называть Дом Божий нашей семьей? Это всего лишь временные работники и оказатели услуг. Они принадлежат сатане и имеют мало общего с Домом Божьим. Бог таких не признает. В его глазах это злые люди. Многие верят в Бога, но совсем не стремятся к истине и демонстрируют безразличие к делам Дома Божьего. Они не обращают внимания на проблемы, с которыми сталкиваются, пренебрегают своими обязанностями, обходят стороной братьев и сестер, попавших в затруднительное положение, и не проявляют ненависти к тем, кто творит дурные дела, наносит ущерб интересам Дома Божьего или разрушает работу Церкви. Им не хватает осознанности в вопросах великого добра и зла. Что бы ни происходило в Доме Божьем, это их не касается. Разве они относятся к Дому Божьему как к своему собственному? Очевидно, что нет. У таких людей нет права называть Божий Дом нашей семьей, а те, кто так говорит, просто лицемеры. У каких людей есть право называть Дом Божий нашей семьей? Недавно я заметил, что некоторые люди действительно не так уж и плохи, хотя, конечно, их меньшинство. Как много истины они бы не понимали, какими бы большими ни были их вера и духовный рост, эти люди искренне веруют в Бога, способны выполнять реальные задачи и к любым своим обязанностям относятся по-настоящему ответственно. Вот у них есть некое подобие человечности. Только таких людей воистину можно считать частью Дома Божьего. Когда они говорят «наша семья», в их словах слышится теплота и искренность. Например, церкви понадобился стол, который при покупке стоил бы шестьсот или семьсот долларов. Кто-то из братьев и сестер сказал, «Уж больно дорого. Мы сэкономим много денег, если купим дерево и изготовим этот стол сами». Получится ничуть не хуже и не будет никакой разницы. Что я ощутил в своей душе, услышав это? Я был слегка тронут. Это неплохие люди. Они знают, как сэкономить деньги для Дома Божьего. Такие люди намного лучше тех, кто разбазаривает пожертвования, по крайней мере, у них хоть есть совесть и разум, а также немного человеческих чувств. Некоторые, не осознавая этого, причиняют Божьему Дому убытки на сотни или тысячи долларов и даже заявляют, что это не их забота. В душе они не испытывают угрызений. С другой стороны, есть и те, кто говорит, экономия даже десяти или восьми долларов стоит того. Не следует без необходимости тратить деньги на то, что мы можем решить сами. Нужно экономить там, где можно. Нет нужды тратить деньги, которые не нужно растрачивать. Правильно, что мы претерпеваем какие-то лишения и тяжело трудимся. Только те, кто способен так сказать, являются людьми с совестью и разумом, которым присуща нормальная человечность и которые в самом деле соответствуют Дому Божьему. Эти люди по праву могут называть Божий Дом нашей семьей, потому что они учитывают интересы Дома Божьего. А кое-кто вообще не думает об интересах Божьего Дома. может быть они не способны к таким рассуждениям? Когда дело касается их собственной жизни, они чрезвычайно бережливы, жалеют каждый цент, постоянно хотят купить самые дешевые и практичные вещи. Они экономят везде, где только могут, даже торгуются из-за цены, до мелочи все рассчитывают и, как видим, умело управляют своей жизнью. Но если надо сделать что-то для Дома Божьего, они ведут себя иначе. Используя деньги Дома Божьего, они расточительно тратят их, как им вздумается, словно эти деньги пропадут, если их не потратить. Ну разве это не признак ужасного характера? Такие люди предельно эгоистичны. Дом Божий их совершенно не заботит, они стремятся лишь к собственному удовлетворению. Они надеются пролезть в Царство Небесное и получить великие благословения по самой низкой цене. Эти эгоистичные и презренные люди по-прежнему вынашивают свои грандиозные замыслы, которые свидетельствуют о серьезном недостатке у них моральных качеств. Достаточно ли полно мы в нашей беседе рассмотрели это проявление антихристов, их лукавое поведение, своеволие и диктаторские замашки? В таком случае подведем итоги. Антихристы, совершающие лукавые поступки и проявляющие своеволие и имеющие диктаторские замашки. Вот два отличающихся, но одинаково важных типа поведения, распространенных среди антихристов. Это проявление выявляет две основные черты характера антихристов – нечестивость и порочность. Они одновременно и нечестивы, и порочны. Иногда ты можешь и не увидеть их порочную сторону, но можешь разглядеть их нечестивую сторону. Они могут действовать мягко, из-за чего их насильственное или грубое поведение трудно заметить. Внешне они не производят впечатления жестоких и ни к чему тебя не принуждают, но они заманивают тебя в ловушку другими нечестивыми методами, подчиняя тебя своему контролю, заставляя тебя служить их целям и таким образом эксплуатируют тебя. Сам того не подозревая, ты попадаешь в их ловушку, охотно поддаваясь их манипуляциям и играм. Почему они способны сподвигнуть к таким последствиям? Антихристы часто используют правильные высказывания и поговорки, чтобы наставлять тебя и оказывать на тебя влияние, побуждая тебя делать те или иные вещи, заставляя тебя думать, что все, что они говорят, правильно, и ты должен это выполнять именно таким образом. А в противном случае тебе будет казаться, что ты выступаешь против истины, и что ослушаться их, значит восстать против Бога. Поступая так, ты добровольно подчиняешься им. Каков конечный результат всего этого? Даже если люди следуют их словам и практикуют то, что антихристы говорят им, понимают ли они истину? Становятся ли их отношения с Богом более близкими, или они все сильнее отдаляются? В таких ситуациях люди не только не приходят к Богу и не молятся Ему, но и не знают, как искать в Божьих словах истину принципы и как понять Божьи намерения и требования. Вместо этого они заявляют невероятное «Я столько лет верил в Бога, в основном полагаясь на поддержку и обеспечение лидеров, что бы ни случилось, пока лидеры поддерживают нас, мы можем идти вперед. Без лидеров это просто не работает. Они веруют в Бога уже много лет, но их духовный рост таков, что они по-прежнему не способны действовать без лидеров. Это ли не прискорбно? Каков здесь скрытый смысл? Отсюда следует, что они не знают, как молиться Богу, как полагаться на Бога, как равняться на Него или как есть и пить Божьи слова. Чтобы они поняли, лидеры должны все это поддержать. Лидер способен заменить им Бога, в Которого они веруют. Можно сказать, что у такого человека вера в Бога на самом деле является верой в лидеров. Они слушают все, что говорят лидеры и верят всему, что бы те ни сказали. Во что они на самом деле верят, за кем следуют и кого слушаются? Бога или лидеров? Разве это не похоже на людей из религиозного мира, которые на словах веруют в Господа, но в реальности верят в своих пасторов, следуют за ними и доверяют им? Разве это не означает пребывать под контролем людей? Ты поклоняешься лидерам, во всех вопросах слушая их. Это означает, что ты веришь в людей и следуешь за ними. Они ущемляют и контролируют тебя. Бог говорил так ясно, и все же ты не в силах понять Его слова и не знаешь как их применять на практике. Но ты понимаешь дьяволов и бесов с полуслова? Что ты на самом деле понимаешь? Иногда ты понимаешь предписание или доктрину. Можно ли это считать пониманием истины? Это не понимание истины, это пребывание в заблуждении. Это именно оно и есть. В характерах антихристов, ведущих себя лукаво, своевольно и по-диктаторски, прежде всего проявляются их нечестивость и порочность. В чем проявляется их нечестивость? Она проявляется в их лукавом поведении. А в чем проявляется их порочность? Прежде всего порочность проявляется в их своеволии и диктаторских замашках, как и в том, что они принуждают других повиноваться себе. Это принуждение свидетельствует о порочном характере. Бог требует от людей покорности Ему и истине. Каков Божий способ работы? После того, как Бог изрекает свои слова, он говорит людям, что в вере в Бога наиболее важна необходимость покориться истине и Божьим словам. Ты знаешь эту истину, понимаешь, что эта фраза верна, но каково отношение Бога к тому, покоряешься ли ты и как ты покоряешься? У тебя есть свобода воли, право выбирать. Если ты желаешь покоряться, ты покоришься, если такого желания нет, ты не обязан этого делать. Однако, каким последствиям может привести непокорность? Что Бог исследует в людях и каковы Его выводы о них? В таких вопросах Бог не делает ничего лишнего. Он не предупреждает тебя, не угрожает тебе и не принуждает тебя, не заставляет тебя идти на жертвы и не наказывает тебя за это. Бог так не поступает. В тот период, когда Бог спасает людей и изрекает слова, чтобы обеспечить их, Он позволяет людям делать ошибки, идти неверным путем, позволяет бунтовать против Него и совершать глупые поступки. Но посредством Своих слов и определенных методов работы Бог постепенно дает людям понять, каковы Его требования, что такое истина, что правильно, а что неправильно. Например, используя подрезание, смирение и дисциплинирование, а также увещевание. Иногда Он дает тебе благодать, вызывает в тебе внутреннее волнение или дарует тебе озарение и просвещение, чтобы ты познал, что правильно, а что ошибочно, в чем на самом деле состоят Божьи требования, какую позицию должны занять люди и что им нужно практиковать. Помогая тебе понять все это, Он также предоставляет тебе выбор. Если ты говоришь, «Я буду мятежным, буду своевольным, мне не хочется выбирать то, что правильно, я не хочу быть верным, я хочу поступать вот так», то ты в конечном счете сам отвечаешь за свое конечное место и итог. Тебе придется взять на себя ответственность за свои действия и чем-то поступиться. в этом отношении Бог ничего не делает. Бог справедлив и праведен. Если ты поступаешь в соответствии с Его требованиями и являешься человеком, который покорен Богу, или, напротив, если ты не поступаешь в соответствии с Божьими требованиями и ты не из тех, кто покоряется Богу, то в обоих случаях, где бы ни находилось твое конечное место, Бог определил его задолго до этого. Богу не нужно делать ничего лишнего. Это не значит, что если ты сегодня не будешь действовать в соответствии с Божьими требованиями, Он станет дисциплинировать, смирять или наказывать тебя, навлекая на тебя бедствия, Бог так не поступает. Бог требует от людей покорности просто для того, чтобы они поняли истину о покорности. В этом нет элемента принуждения. Бог не принуждает людей покоряться или практиковать этот аспект истины. Поэтому, по Божьему замыслу, его действия не основаны ни на принуждении, ни на необходимости, независимо от того, руководит ли он людьми, управляет ли человеческой судьбой, ведет ли людей или снабжает их истиной. Если ты будешь поступать в соответствии с Божьими словами, ты постепенно станешь все лучше и лучше понимать истину, и твое положение пред Богом продолжит улучшаться. Ты будешь пребывать в хорошем положении, и Бог также будет просвещать тебя в тех аспектах повседневной жизни, которых ты не понимаешь. Если же ты не воплощаешь истину в жизнь, не покоряешься Богу и не проявляешь желания стремиться к истине, то польза от этого будет очень ограниченной. В этом заключается существенное различие между этими двумя аспектами. У Бога не бывает предвзятого отношения. Он ко всем одинаково справедлив. Кто-то скажет, «Разве бы я не стал практиковать, если бы Бог просто заставил меня?» Бог не принуждает людей, так поступает сатана. У Бога другой метод. Что же ты за человек, если тебя только силой можно заставить покоряться Богу? В самом ли деле ты подчиняешься Богу? Не такая покорность нужна ему. Покорность, о которой говорит Бог, заключается в том, что, исходя из понимания истины, человек добровольно практикует Божьи слова, руководствуясь совестью и разумом. В этом заключается значение покорности. Такая покорность не предполагает принуждения, ущемления, угроз или каких-либо других форм ограничения или контроля. Поэтому, когда ты чувствуешь себя особенно скованным или ущемленным в каком-то вопросе, это, безусловно, не Божья работа. С одной стороны, это может являться следствием человеческих мыслей или искаженного понимания и самоограничений. С другой стороны, это может быть кто-то другой, пытающийся ограничить тебя, используя правила или какие-то правильно звучащие аргументы или теории, что ведет к определенным искажениям в твоем мышлении. Это говорит о том, что у тебя проблема с пониманием. Если ты чувствуешь, что подчиняешься Богу добровольно и с радостью, это происходит благодаря работе Святого Духа, а также благодаря подлинной человечности, совести и разуму. В Божьем Доме встречаются люди, которые непокорны истине, рабочим обустройством Дома Божьего и обустройством Церкви. Как Дом Божий справляется с такой ситуацией? Используются ли методы принудительного решения этой проблемы? Если, к примеру, лидер не выполняет реальной работы, не действует согласно рабочим обустройствам, не воплощает в жизнь истину или не способен выполнять реальную работу, то как поступает Дом Божий? Его непосредственно смещают с должности, но отлучают ли его от церкви? Тех, кто не совершил зла, не отлучают. Что касается обычных братьев и сестер, если им поручают выполнить определенные обязанности, а они отказываются, считается ли это непокорностью? Если они не соглашаются, можно найти кого-то еще. Разве кого-то принуждают выполнять свой долг? Никто никого не принуждает. Если вследствие бесед об истине, они готовы принять истину и покориться, тогда все прекрасно. Это нельзя считать принуждением, им просто организовали выполнение этого долга при условии их личной готовности и согласия. Например, кто-то любит готовить, но ему поручили уборку, и он говорит, «Если меня попросят заняться уборкой, я буду убирать. Я покоряюсь обустройству Дома Божьего». Имеется ли здесь какое-либо принуждение? Принуждают ли кого-либо против его воли? Человеку поручают работу, если он готов покоряться, никого не ставят в трудное положение и никого не принуждают что-либо выполнять. Может также случиться, что для выполнения определенных обязанностей временно не получается никого найти, и тебе на какой-то срок поручают заполнить этот пробел. Возможно, лично у тебя нет такого желания, но это необходимо для работы, это особый случай. Ты ведь член Дома Божьего, вкушаешь пищу из Дома Божьего и исполняешь в нем свои обязанности. Раз уж ты признаешь себя тем, кто верует в Бога и следует за Ним, неужели ты не в силах восстать против своей плоти в такой мелочи? Это ведь даже нельзя считать покорностью или трудностями. Это ненадолго, и никто не требует, чтобы ты выполнял эту обязанность продолжительное время. Некоторые жалуются на то, что их просят выполнять грязную грязную и утомительную работу и не хотят этого делать. Если человек поднимает такой вопрос, его следует своевременно перевести на другую работу. Однако, если он жалуется только на словах, но на деле готов покориться и пострадать, то ему нужно продолжать выполнять свои обязанности. Уместен ли такой подход? Правильный ли это принцип? Дом Божий никоим образом не принуждает людей против их воли. Бывает и другая ситуация. Некоторые люди, какие бы обязанности они не выполняли, проявляют леность и безответственность, а также лишены преданности. Временами они даже тайно совершают дурные дела. Недобросовестно выполняя свои обязанности, они ищут оправдания, заявляя, что эта работа им не подходит, что это не их сильная сторона или что они не разбираются в данной сфере. Но на самом деле все прекрасно понимают, что их неспособность добросовестно исполнять свои обязанности объясняется другими причинами. Как поступать с такими людьми? Если они просят поручить им другой долг, нужно ли соглашаться на это? Нет. Что же тогда делать? Такие люди не подходят для выполнения обязанностей. Они работают скрипя сердце и не проявляют должного отношения, поэтому их следует изгонять. Есть и другой тип людей. Они становятся несговорчивыми и оказывают сопротивление, как только им поручают выполнять какой-либо долг. Они действуют с крайней неохотой, едва сдерживая свое недовольство и думают, я просто залягу здесь на дно и протяну так несколько лет. Кто знает, где я окажусь после этого? Людям с подобными намерениями нельзя позволять исполнять долг в церкви, и даже если им захочется выполнять какие-то другие обязанности, это недопустимо. В таких случаях нужно действовать решительно. Почему так? Потому что их сущность видна насквозь. Те, кто понимает их, говорят, что они маловеры, а окружающие их люди говорят, что они негодятся для выполнения своих обязанностей. Подобные люди являются неверующими и от них необходимо очищаться. Если этого не сделать, они лишь будут создавать помехи, творить злодеяния и вредить избранным Божьим внутри церкви, что абсолютно неприемлемо. В подобных случаях следует действовать в соответствии с принципами обращения с исполняющими свои обязанности в церкви. Их нежелание делать это не следует принимать во внимание. Является ли это принуждением? Это не принуждение. Это действие в соответствии с принципами отстаивания интересов и работы Божьего Дома. Речь идет об очищении от маловеров и тех, кто просто хочет быть нахлебником в Доме Божьем. Если ты хочешь пожить за чужой счет, делай это где-нибудь в другом месте, а не здесь. Дом Божий – это не дом престарелых, он не поддерживает бездельников. Это понятно? Продолжение следует...